Возможность выразить идеи равенства и дружбы в укреплении межнационального и межконфессионального согласия получили участники творческого конкурса «Сильные против насилия». Все они – студенты, и свою позицию обозначили в авторских видеороликах. Конкурс объявил Центр психолого-педагогической помощи детям и молодежи «Статус». Проблемы в нашем обществе есть, и очень важно, чтобы они сами понимали, насколько их участие, насколько их инициатива очень важна для проявления своей креативности, для проявления своей инициативы, для проявления своих идей. Поэтому мы организовали данный конкурс, чтобы они приобщились к данной тематике и почувствовали себя еще как творческие личности. Для многих участников это творческий дебют. Команды медицинского училища, сельскохозяйственного техникума, многопрофильного колледжа и Казанского инновационного института представили на суд жюри работы в самых разных номинациях. Среди них «Мир без насилия и угроз», «Наша общая планета», «Диалог на равных», «Шаг навстречу». На улицах нашей страны сейчас живет много животных, готовых нам подарить ласку и любовь. Но мы отвергаем их, так как от них мало того. Мы каждый день встречаемся с этой проблемой. Мы каждый день видим бездомных животных, которым мы чувствуем сострадание, так скажем. И из-за этого чувства мы решили снять этот ролик, посвященный этим бездомным животным. Так как мы любим животных, мы всегда старались их подкармливать, и поэтому для нас это было как бы легко, и мы знали, что говорить. Уграждение участников конкурса состоялось в форме интерактива. Здесь же были подведены итоги муниципального конкурса по литерингу «Прописные истины». Графическое изображение букв и знаков по заявленной тематике оценили и педагоги, и сами участники конкурса. Лучшие были отмечены грамотами и денежными сертификатами. Каждая работа по-своему хороша, они очень разные, они с разными подходами, сценариями, с решениями, но они по-своему каждый интересен и отражают действительно тематику, которую мы заявляли. Редактор субтитров А.Семкин